Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Вот страна у нас такая, знаете, уникальная. Вот вроде бы даже что-то хорошо, а в итоге выясняется не очень. Вот сейчас на мировом рынке наконец-то растет страна нефть. Помним, как все год назад переживали, когда она с почти 70 долларов за баррель упала до 20, даже вроде бы меньше. То есть все, катастрофа, гибель богов, что будем делать. Все сразу стали вспоминать СССР, как вот хлопнулась наша страна, когда тогда тоже цена просто жутко упала, тоже эти апокалиптические прогнозы. В общем, что же будет с нефтью и с нами. Потом нефть стала расти, вот сейчас она наконец совсем стала хорошо расти, уже за 50-55 долларов за баррель. Ну, казалось бы, заживем. Начали вспоминать тучные нулевые годы, там, шестой, седьмой, восьмой годы, как-то ассоциации такие. А вот эксперты начали предупреждать, рано радуйтесь. Цены на бензин начнут ползти вслед за нефтью, а может даже не ползти, а подпрыгивать. А, соответственно, что? А за ней все остальное. Почему так происходит? И может ли наше правительство что-то сделать? Об этом мы сегодня и поговорим. А вы можете нам звонить по телефону 300-190. Может быть, вы работали в нефтяной отрасли. Может быть, у вас просто бизнес, который связан, ну, к примеру, с грузоперевозками. Соответственно, на бензинчик-то вы хорошо закладываете или на дистопливо. А может быть, вы просто простой гражданин, который либо, опять-таки, заправляет свою машину на АЗС. А может, просто вы покупаете батон. А батон ведь тоже надо довезти на машинке-то, а не на вертолете его довозят. Все на вертолет тоже нужно топливо, керосин, правда, или бензин. Да неважно. Поэтому звоните в телефону 300-190 и высказывайте свое мнение. Вообще, хорошо ли для нашей страны, что растут цены на нефть? И как так происходит, что у нас растут цены на нефть, бензин растет. Падают цены на нефть, бензин в самом лучшем случае не падает. А тут уж подрастает, потому что, ну, как же, инфлякция, как сказал один юморист в 90-х годах. А пока хочу представить гостей нашей студии. Вы их, наверное, прекрасно знаете. Это Оксана Толкаченко, зам. директора Института экономики и управления Тверского госуниверситета и кандидат экономических наук. И Владислав Шориков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте. Дама и господин, спасибо большое, что нашли время к нам прийти. Оксана, наверное, вопрос первый такой больше. Какая ситуация складывается на мировом рынке вообще нефти? Ну, как мы сами знаем, да, и информации об этом много, что в последнее время у нас положительная динамика цен на нефть. Они, в общем-то, немножко, но подросли, да. И это однозначно сказалось и на тенденциях на мировом рынке, и в том числе на нашем российском тоже, поскольку вот такое влияние, оно сразу же отражается и на нашей ситуации, на нашем внутреннем рынке. Поэтому, по большому счету, в этом есть определенные плюсы, есть определенные минусы для государства. А вот перебью, извиняюсь, а с чем связано вообще, что цены стали расти, почему? Ну, как мы сами знаем, это договоренности стран ОПЕК о объемах добычи, которые, вот, договоренности эти, соглашения привели к тому, что цена подросла. — И прилично, сколько все-таки, ну, я не считаю, что цена немножко, немножко, если была осенью, там, условно, 52. — Ну, опять говоря, чем сравнивать, да? — Да, да, если сравнивать с тем, что было в сентябре, к примеру. — Ну, если так, то да. — Ведь прилично подросла, то уже... — Да, да, если вот именно мерить такой последней нашей линейкой, то, можно сказать, что да. — А в России, соответственно, я вот, правда, читаю, РБК на этой неделе в колокола забило, что могут подрасти цены на бензин тоже. Эксперты вот уже начали голосить потихонечку, что могут. Вы считаете, правда, это реально потянут внешние цены за собой внутренние наши русские? — Ну, вообще, конечно, анонс аналитиков, он всегда у нас, да, в любой сфере, в отношении любых товаров, услуг. — Никогда нам не говорили еще аналитики, что цены будут в перспективе снижаться. Всегда аналитики только анонсируют, что повышение цен. И действительно, такая ситуация, она возникла не на ровном месте. Один из факторов, который позволил построить такой прогноз, это, конечно же, положительная динамика цен на нефть на мировом рынке. И даже если посмотреть аналитику, эксперты говорят нам о том, что эти цены на бензин, ну, марки 92-95, уже в декабре месяце изменились на 8% плюсов, да, то есть увеличились на 8%. И это уже был такой достаточно тревожный звонок, и это уже определенная тенденция, которая может сложиться и в нашем новом 2021 году. — Почему, да, выросла в декабре? Ну, здесь тоже можно, на самом деле, очень много причин назвать таких гипотетических. И в том числе, что вот многие, в том числе оптовые организации, которые торгуют бензином и розничные компании, они в какой-то степени ориентированы на том, чтобы приобрести достаточный объем бензина на тот случай, если там в январе, да, будет повышение цен, и уже таким образом сократить хоть на какой-то определенный период свои издержки. И вот такая ситуация, конечно же, приводит к чему? К тому, что спрос на бензин, он увеличился, что, в общем-то, и повлекло за собой повышение именно оптовых цен на топливо распространенных марок. Дальше еще, что мы можем сказать в пользу или в обоснование повышения цены бензин. Наша политика государственная, вот если насколько его так вот понимать и воспринимать, говорит о чем? О том, что наше правительство смотрит на повышение цены бензин отрицательно. Но оно говорит о том, что изменение цен в сторону увеличения возможно только на процент инфляции. То есть в течение года, естественно, может расти цена, но она должна быть не больше, чем фиксированный процент инфляции. Поэтому такая тенденция вот тоже имеет место быть. То есть мы не можем, наверное, говорить в сложившейся современной обстановке о реальном сокращении цен на бензин. Максимум, на что мы можем ориентироваться и на что, в принципе, ориентирована политика государства, это на сдерживание уже того уровня цен, которые сложились на рынке в данный момент. Владислав, скажите, а вот на ваш взгляд, на ваш взгляд, это только обосновано тем, что за рубежом цены стали на нефть расти или все-таки чем-то еще? Например, тоже, знаете, существует такое мнение, что просто пользуются случаем и повышают цену, потому что, как вот, помните, осенью с подсолнечником? Ну как же, за рубежом же выросла цена на него, масло подсолнечное. Значит, у нас должно подняться. Сказать откровенно, мне думается, что это ведь один из элементов сложной достаточно экономической структуры, которая существует как в мире, так и у нас в стране. Что касается мировой вот этой тенденции, ну раз уж мы затронули цены на нефть, надо не забывать, что прошлогодний период он был обусловлен ковидом в наиболее жесткой его степени и, соответственно, падением потребления и поедением производства, да, отсюда и спрос на нефть падал, и цена такая формировалась. Сейчас появился некий оптимизм, связанный как с прививками, да, так и с какие-то адаптации населения к вирусу повозли, и цены на нефть. Это раз. Но когда мы говорим о нашем внутреннем рынке, надо не забывать вот этот вот аспект, да, ведь мы фактически формируем бюджет, да, и цена на нефть и на то топливо, которое вырабатывается из нее, это один из элементов формирования бюджета. В широком смысле, не только государственного бюджета, ну и, можно сказать, даже валового национального продукта в данном случае, да. И если в нашей ситуации стандартно отлаженная схема, ну уж простите за такой цинизм, да, наверное, когда мы продаем по определенным устоявшимся ценам на экспорт нефтепродукты, получаем за это валютную выручку, потом ее реализовываем, соответственно, еще на внутреннем рынке повышаем цену валюты и понижаем рубль. Зачем далеко ходить? У нас когда там с понедельника, да, Центробанк начинает новые скупку валюты, да, что, естественно, приведет к понижению курса рубля. И наполняем этим бюджет и так далее. Опять возвращаемся к прошлому году, ведь ковид сказался на производстве в России, на собираемости налогов. А социальная база, она не уменьшилась, она еще и увеличилась в связи с тем, что надо покрывать. Поэтому все это сказывается в едином таком решении, ну как поступим, ну поступим как всегда. А что касается повышения цен на топливо внутри страны, ну да, они дополнительно, по мнению федерального правительства, очевидно, наполнят часть вот этого вот выпадающего дохода от других отраслей. И мы получим с вами те деньги, которые можно использовать. А мы сейчас получим с вами рекламу, которую тоже можно использовать по назначению, вдруг вас что-то заинтересует. А потом продолжим, не переключаясь, пожалуйста, буквально три минуты. Итак, мы снова в прямом эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, как цены на нефть могут повлиять на цены на бензин. В нашей стране вслед за ценами на бензин может что-то измениться и с другими ценами. На продукты питания, на одежду, на попросту говоря, все то, что продается в магазинах, поскольку в магазин товары приводятся на автомобилях в большинстве случаев. А вы нам звоните по телефону 300-190, если у вас есть какое-то свое мнение по поводу цен на нефть, бензин и вообще по поводу нашего ценообразования в нашей любимой стране. Звоните 300-190. Так, господа, значит, мы остановились на том, что ценообразование, соответственно, почему так у нас происходит. Это как элемент, да, общей экономической политики. Конечно, мы с вами, как обычные потребители, прекрасно понимаем, что повышение цены на топливо тут же скажется на целом ряде товаров, которые мы с вами приобретаем в магазинах. Эта цепочка понятная, потому что топливо находится на одном из тех базисов, от которого идет создание конечного продукта. Ну, утрируя, если мы с вами покупаем стиральную машину, да, и она подорожала, то это не скажется на цене на топливо. А вот если подорожало топливо, то на стиральной машине это скажется, по простой причине, что ее надо доставить, ну, не говоря уже там об элементах производства, где это используется. Когда мы говорим об инфляции, которую мы сейчас всячески сдерживаем, да, это один из курсов Центрального банка и Федерального правительства, то посмотрите, из чего она формируется. В значительной степени она формируется из вот этих ежегодных или ежегодно-полугодных повышений, которые осуществляются федеральным правительством, в том числе или, там, предположим, энергетической комиссией, ну, или другими структурами, которые на это уполномочены, на основные элементы, в том числе топливно-сырьевого спектра, да. То есть это бензин, это энергоносители электричества, это тепло для заводов и для фабрик, и для нас, и горожан. И когда мы прикидываем, насколько это выросло, то потом, меня всегда искренне удивляет, говорят, ну, как же вот инфляция, она тоже пошла. Но мы же ее уже заложили фактически в план, да. То есть это такой замкнутый круг. Мы закладываем, насколько подорожает то, где является монополией государство. И, соответственно, потом получаем цифру общего роста инфляции. Поэтому, ну, чему тут удивляться, если это заранее стандартно запланировано. Мне, знаете, все время интересно. Ну, хорошо, а помните, опять-таки, как в том году хлопнулась нефть. Почему вот кто на машине ездит, как-то заметили снижение цены? Не было, конечно, никого. Он стоит, допустим, на ЗС 42,20, ну, хотя бы там 41,50, к примеру. Нет, нет. Да не было у нас такой ситуации за последние лет 10, чтобы реально хотя бы там на рубль стоимость литра бензина сократилась. Всегда производители найдут причины, объективные причины, по которым вот это увеличение стоимости будет. Если не нефть, так не надо забывать, что производство бензина – это тоже такая достаточно сложная технологическая цепочка, и никто не отменял повышение цен на те же энергоресурсы. Извините, я перебью. Мы не можем отменить телефонный звонок, в отличие от другого, что мы можем отменить в нашей стране. У нас телезрители. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня вот какой вопрос. Где-то в десятых годах была такая тема от ухода от транспортного налога. И, соответственно, для того, чтобы уйти от транспортного налога, решили в стоимость бензина один рубль добавить к стоимости бензина. Соответственно, транспортный налог как остался, так и есть, как и рубль в стоимости этого бензина. Вот как-то не совсем, наверное, честно со стороны государства. Кто может ответить? Если продолжать эту тему, то надо еще не забывать, что в стоимости бензина большая доля – это акцизы, которые тоже постоянно индексируются, постоянно увеличиваются. Опять, вот мы не задумываемся. Акцизы, мы знаем, что это один из налогов, которые поступают в бюджет. А вот какая целевая направленность акциза, входящего в состав бензина? Это строительство дорог. Понимаете? То есть получается, что у нас величина акцизов в себестоимости бензина увеличивается, и по большому счету мы должны уже на сегодняшний момент времени обладать, как регионы, все другие регионы, просто идеальными, шикарными, новейшими дорогами. Но этого же мы тоже видим, что не происходит. Даже если мы пройдемся по городу Твери, мы увидим, что навряд ли какие-то средства за счет акциза из стоимости бензина, они идут на хотя бы даже об восстановлении. Я не говорю уже о строительстве. Поэтому, по большому счету, даже вот это смысл какой? Целевая направленность именно такова, согласно нашему решению правительства. Но такого же нет. Ну а то, что рубль добавили, ну добавили и забыли. Идея-то она была. Идея была хорошая. Ну, кстати, это очень оптимистично звучало со слов нашего телезрителя. Насчет транспортного налога, так он увеличился. Вы не забывайте, что в зависимости от мощности, от объема двигателя, сейчас сумма другая. Да. И, кстати, расценки-то увеличились. И давайте тут сюда добавим еще стоимость патента на транспортные перевозки. Это для тех, кто занимается этим профессионально. Здесь, конечно, многое имеет значение от того региона, где принимается стоимость патента. Но она, насколько я помню, тоже не упала. Поэтому все это в совокупности складывается в конечную цифру, которую мы с вами и получаем. Извините, перебью мы еще получаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, уважаемые присутствующие. Добрый день, Роман. Я слушал, не удалось мне изначально послушать, услышал сейчас как раз вопрос, связанный с повышением цены на бензин. Хотелось бы немножко добавить к этому предыдущему человеку, который спрашивал. Он не просто так спросил по поводу транспортного налога. Транспортного налога у нас, скажем, с 2019 года уже в нашем регионе тоже повысился для многих автолюбителей. Кроме того, он повысился. Сейчас как раз у вас идет речь по поводу, куда же идут и акцизы, и куда идет транспортного налога, который повысился. Кроме этого, нагрузка на наших автолюбителей, на наше население возрастает с каждым годом. Тоже было сказано присутствующим, что идет инфляция, увеличивается тариф на ЖКХ, и, полонаверно, увеличиваются цены на бензин. Правительство наше разработало такой механизм. Я, может, повторюсь, демпфирующий, так сказать, механизм. Они разработали в каком, скажем, направлении. Если цены на нефть на мировом рынке растут, для сглаженных цен роста на внутреннем рынке, они дают нефтяным компаниям субсидии из бюджета. То есть, якобы, они помогают удерживать рост на внутреннем рынке. А когда цена на нефть падает, происходит эффект, скажем, другого направления. Цены растут и не снижаются. То есть, получается так, с одной стороны, нефтяные компании в случае увеличения цен на мировом рынке на нефть получают ссидии, а в случае снижения цен на нефть цены на внутреннем рынке никаким образом не изменяются. Хотя в европейских странах, как мне известно, еженедельно цены, в зависимости от цен на нефть, скорее корректируются на заправочных станциях. Поэтому вопрос. Мы живем в системе роста цен, и в ближайшее время, да, мое обидение, да, цены на нефтепродукты на розничном рынке будут только расти. Так как все вокруг, все затраты, в том числе, как я уже сказал, на коммунальные услуги выросли, и вопрос времени, роста цен на бензин нас в ближайшее время ждет. Как бы это вот мое мнение. Спасибо. Спасибо большое, дорогие телезрители. Кто не узнал голос, это был Игорь Валерьевич Сердюк. Когда-то он возглавлял, наверное, крупнейшую региональную сеть заправок Ратмир. Мы все помним эти АЗС. Одни из таких первых АЗС такого европейского типа. Вот он высказал свое профессиональное, экспертное мнение вот на этот вопрос, почему у нас так все происходит в нашей стране. Как раз упомянул за границу. Правда, а почему вот за границей все по-другому? У меня просто, знаете, вот однокурсник живет в Марокко. Вот. Я ему как раз вот сейчас перед эфиром написал, а у вас почем? Он говорит, у нас стоит вот дизельное топливо один доллар. Я говорю, ну и как меняется? Он говорит, а никак. Не меняется. Я говорю, давно? Он говорит, ну вот живусь уже ни один, ни два, ни три, ни четыре года, и не меняется вообще. Потому что он сам удивляет, говорит, ну, в Марокко не добывают нефть. Вот уж она должна зависеть от колебаний. Казалось бы, 20 долларов, а в том году одна цена. 57, как сейчас, другая. Нет, говорит, вот только что заправил машину, да и вообще не меняется. Господа, ну как так происходит? И про Америку, я слышал, тоже там вот не меняется. Вообще, при том, что там и бензин для американца, он совсем недорогой, к слову говоря. Для американца. Свою зарплату, если помножать, потому что нельзя проецировать на наши русские деньги, потому что доллар у нас почем сейчас нынче. Но тем не менее. Почему так происходит? Насколько я знаю, в Иране вообще копеечная, потому что там они, мы же добываем, как они говорят, с чем она должна быть дорогая, как бананы в Африке, почему они должны быть дорогие? Почему у нас так все происходит, чтобы не происходило, как у нас как-то все заточено на русском? Здесь, на самом деле, очень сложно дать какой-то однозначный ответ. Понятно. Это политика каждого государства, и в том числе в области регулирования цен на бензин, она, в общем-то, своя. Но у нас, я думаю, один из, по крайней мере, причин, мое видение, заключается в том, что повышение цен, повышение цен, ну и правительство это уже поняло, возможно в нашей стране. В принципе, население, организация, да, они в какой-то степени возмущаются, но все равно повышение цен принимается, и спрос на бензин, да, он по-любому не просто есть, он растет, он же постоянно увеличивается. Понятное дело, что спрос на топливо со стороны организации – это один вопрос, да, с позиции автолюбителей – это другой вопрос. У нас их количество растет, увеличивается в разы, поэтому при увеличении спроса на бензин, естественно, логично вполне, что можно себе позволить и повышать цены, потому что все равно будут брать. Да, мы можем возмущаться, мы можем говорить, что это неправильно, что это неверно, что объективных причин экономических не лежит в основе такого ценообразования, но это не значит, что мы не будем покупать бензин, да, если у вас там есть машина, вы выйдете на улицу, сядете в машину и поймете, что вам надо ехать на заправку, какая бы там цена бы не была, да, потому что иначе вы просто никуда не уедете. Поэтому здесь еще определенная такая вот необходимость, она обуславливает возможность не снижения цен. Как сказал когда-то Богдан Титамир, а people have it. Но тем не менее, если мы говорим о спросе, извините, Владислав, просто в том-то году, помните, во время локдауна первого, он должен был упасть в разы, всех же дома заперли, никто не ездил, помните, улицы пусты были. А зачем, если все дома сидели? Это нормальная ситуация, покупательная способность, это один вопрос, да, а другой, смотрите, ну мы с вами по одной цене продаем топливо, если люди покупают его меньше, то есть два варианта. Или мы снижаем цену и берем оптом, либо мы ее повышаем и берем за счет цены, да, и получаем те же деньги. Ведь, ну, назовем это нефтяными компаниями, не совсем правильно, но топливные компании, они точно такие же субъекты, да, предпринимательской деятельности, как и все прочие. Как там у нас, ну, экономистам виднее, Томас Данинг, да, нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист с целью получения, ну а дальше расписал там, 10, 20, 50, 100 и 300 процентов. Соответственно, а здесь-то и речь идет о чем? О чем? Об основании, а затраты на добычу, да, нефтепродуктов и производства у нас на территории Российской Федерации действительно достаточно большие. планы и перспективы, что еще нужно сделать, они огромные. То есть, всегда найдется повод, всегда найдется достаточно аргументов объяснить, почему мы нуждаемся в этой мере. Вопрос в другом, вопрос в регулирующей роли государства. Ну, не знаю, как там в Марокко, да, возможно, они просто дотационно поддерживают цены. Как раз звучало. Я не знаю, как там в Лондоне, а у нас управдом друг человек. А еще друг человек, извините, перебил Владислав, телезритель, который снова нам звонит. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Очень хорошо, что вспомнили Маркса и по поводу преступлений, ради которых ни перед чем не остановится капиталист. Ну что ж, мы сейчас живем как раз в период дикого олигархического капитализма, который как трой существует в нашей многострадальной стране. Но вот что хотелось бы сказать. Вот здесь прозвучали, на мой взгляд, не очень убедительные доводы. Ну вот берут же этот бензин, друзья мои, а завтра начнут взевать воздух. И мы будем платить за воздух, потому что он физиологически нужен нашему организму. Также необходим бензин транспорту, так как в России, особенно в Твери, уничтожен общественный транспорт. И вот эта жалкая пародия вонючих автобусов, транспорт Верхневолвия, который коптит непонятно чем и ходит по своему распорядку, а как сейчас звучат упреки в интернете, что еще там чуть ли не по 100 рублей снимают за поездку. Но это же, конечно, жуть. Поэтому люди вынуждены пользоваться транспортом и платить деньги для того, чтобы добраться до работы, для того, чтобы отвезти больного в больницу, потому что скорую нужно ждать 2-3-5 дней, потому что нет уже возможности у людей не иметь транспорт. Те, кто не имеют, они вообще в трижды, скажем, в ущербном положении. Поэтому, на мой взгляд, необходимо просто взвешенная, не антинародная, как сегодня, а взвешенная экономическая политика. И вот эта лапша об акцизах и хитрых схемах, она напоминает байку. Знаете, как там на вокзальном буфете? 40-40, рубль 40, спички брали, нет, 2-40. У нас при любом раскладе все подорожает. Вот Путин поборолся с макаронами, а они дальше стартанули. Просто нужна вменяемая, гуманная, человеконаправленная экономическая политика, которая, к сожалению, при олигархическом диком капитализме, скорее всего, невозможна. И боюсь, что вся эта полемика, это просто может быть очередная порция лапши. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо вам за ваше мнение. Если позволите, вот на примере только что присоединившегося к нам телезрителя, я бы с глобальной точки зрения посмотрел, да, это вот есть вариант сторонников другой политики, когда то, что мы производим или то, что мы можем себе позволить добыть на территории нашего родного государства, должно продаваться гражданам этого государства по цене, ну, условно говоря, близкой к себестоимости, да. Вы упомянули Иран, он же не просто так продает за копейки топлива. Вот вопрос, и другие страны тоже. Вопрос в том, что сейчас у нас этого в настоящий момент нет. Мы, конечно же, зависим от экспорта многих товаров, да, точно так же, как от импорта. Но вот аргумент, с чем я могу только, ну, здесь вот всегда я этого аргумента не воспринимал, да, что мировые цены на бензин, ну, условно говоря, там, доллары, у нас все должно быть так же, вот этого вот я не понимаю, да, если мировые цены на бензин, там, в странах, где его не производят, а не доллар, то это не значит, что столько же должно быть у нас. У нас он должен быть, в принципе, ниже. Это, наоборот, поддержит нашу экономику, нашу промышленность, и мы получим возврат в бюджет тот же самый, только через производство, через создание еще одной или двух ступеней добавочного продукта. Вот такой вариант присутствует. Но это ранг федерального правительства, оно определяет, как поступить. Это не наш уровень. Ну, и, кстати, дороги тоже есть разных категорий, и все-таки городские дороги не совсем финансируются из того транспортного налога, который мы платим. Ну, говоря о ценах на бензин, правда, вот эта ситуация, Иран и так далее. А это реально с экономической точки зрения сделать так, что раз в России добывается нефть, то у нас она, допустим, ну, бензин будет стоить копейки-копейки, но в разы дешевле, чем на Западе, к примеру. То есть вот сейчас сколько он? 40 где-то 4, да, по-моему, за 1,2? На самом деле цена-то очень варьируется на рынке. И разница даже в 5-7 рублей, мы можем наблюдать. Ну, хорошо, чтобы не за 40 стоило, а за 9,20, 4,20, поскольку у нас же нефтедобывающая страна. Ну, это вопрос приоритетов в нашей национальной экономике и политике экономической. Такого же нет, да? У нас такого нет. Я понимаю, а это с экономической точки зрения реально, Оксана? Да, конечно, это реально, и это даже имеет определенные положительные экономические последствия. У нас тоже телефонный звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. У меня несколько вопросов, но один из них интересный. Значит, как вы знаете, в советское время были СНИПы, строительные нормы и правила. В 85-м году был внедрен СНИП автомобильной дороги, проектирование и строительство. И там, при внедрении этого СНИПа, перевозки планировалось 30% автомобильным транспортом, а 70% железной дорогой. И нагрузки на ось были 40 тонн. А сейчас у нас, конечно, гонят, посмотрите, фуры, 40-60 тонн прицепы идут. Конечно, дороги наши не выдерживают. И говорить о том, что мы сюда-сюда дороги виноваты. Это не дороги. Виноваты те люди, которые, не сделав дороги, перешли на транспорт, потому что перегрузка меньше себестоимости, меньше перевозки. На железной дороге погрузи, привези на железную дорогу, да еще задержи на день, то тебе железная дорога еще штраф пендюрит. Вам не горюй. Вот вам картина репина. Но теперь смотрите, сколько платит вот фура. Идет фура, я извозчик. Значит, я плачу отсыж на бензин, за мотор, за лошадиную силу, за лицензию. И еще платон. Да еще в городе у нас пендюрили страны за то, что я еду не 20 тонн, а 40 тонн везу еще за излишний вес. Ну, сколько же можно с бедной фуры драть? И с ситровой козы последний клофт шерсти содрать? И мы хотим, чтобы у нас все было хорошо. Да не будет у нас ничего хорошего, если нас кормят самым плохим маслом, пальмовым, который идет в колбасу. У нас с этой скорость доживем до того, что в космос посылать некого будет. Детей кормим чем? Чипсами? Чигнем всякой. И колбасой, и прочей половиной. Да даже конфеты с вологды привозят, с пальмового масла сделанное. Картин, ну что касаемо нефти и бензина у вас, как бы, ваше мнение какое? Мое мнение такое, пора кончать с этим бензином, клумить голову. Ведь посмотрите, в Эстонии одно евро, нефть не забывают. А все нефтезабывающие страны, у них своя цена на бензин и не повышается. Почему мы, занимая первое место добычи нефти, ни фигня не зарабатываем, не строим нефтеперегонные заводы? Почему? Один завод построили... Спасибо вам большое за ваше мнение. Очень интересно. Оксана, как раз тоже телезритель, в том числе в продолжении тоже моего вопроса. Это мне правда интересно, это с экономической точки зрения реально или это популизм чистой воды? Почему это реально? Потому что, если мы говорим о действительной себестоимости того же бензина, конечно, он в разы меньше, чем, допустим, та цена, которую сегодня ставят. Опять-таки, это государство же правильно принимает решение о введении тех же акцизов, которые сегодня занимают наибольший удельный вес в составе себестоимости бензина. Просто здесь, наверное, нужен иной подход и иной взгляд на вопрос ценообразования во многих направлениях. И действительно, то, что было сказано выше, если будет дешевый бензин, возможности у компаний, предприятий, они расширятся. По крайней мере, сократить определенные свои постоянные издержки они смогут из-за того, что вот такая статья расходов, как тот же бензин или иное топливо, оно будет просто-напросто меньше. Ну вот, если позволите, Роман, тут можно ведь провести это моделирование, да? Другое дело, что на нашем уровне это моделирование не будет полным, потому что мы не обладаем достаточной информацией, ну, определенным только доступным нам образе. Но вот в чем сложность-то, мне кажется, она чисто организационно-бюрократическая. Если мы поменяем подход и сделаем топливо дешевым, условно говоря, для российского потребителя, это вырвет целый пласт уже отработанных нами поступлений в бюджет, соответственно, различных финансовых связей между крупными корпорациями, между федеральным правительством, между региональными. То есть нужно убрать целый блок и вместо него вставить какой-то другой. Для этого надо его грамотно рассчитать и подготовить. Потом нужно время на его осуществление. И самое важное, кто возьмет на себя ответственность за конечный результат. И вот вы находитесь, Роман, в федеральном правительстве и думаете, наверное, так будет выгодно. Но если лично я выступлю с этим делом, то в случае успеха все равно мне ничего не будет, а в случае неудачи накажут первым меня. Ну и кто поднимет руку в качестве добровольца? Пока такого не нашлось. Поэтому идем по протоптанной схеме, которая сложилась в 90-е и начало 2000-х годов. Она работает, ну в целом работает. Нет кризиса, когда никто не заправляется на заправках, потому что очень дорого. Ну нет, значит все складывается. Поэтому продолжим в таком же духе, как говорится. Ну хорошо, но все-таки у меня такой тоже вопрос. Ладно, понятно. Я так понимаю, больше теория, чтобы у нас там, не знаю, 20 рублей стоило или 15, как там в каком-нибудь Иране и так далее. Но если сейчас вдруг начнется рост, может быть даже наподобие того, что, помните, было 3 года назад по весне. Как вы думаете, правительство что-то может предпринять? Самое главное, в какое время? Тогда, помните, было с запозданием, причем изрядно. Что касается удерживания цен, чуть выше мы тоже говорили о том, что в принципе наше правительство не заинтересовано в сокращении цен. Надо объективно это смотреть. То есть в падениях. Нет, да, то есть в откате цены назад. На бензин. На бензин, да. И это видно из даже тех механизмов, инструментов, которые они используют и использовали. И смотрите, какая ситуация сложилась. То есть наше налоговое регулирование, оно вообще не ориентировано и оно не выстроено таким образом, чтобы не то, что позволить сократить стоимость цены бензина, но и даже, чтобы его в принципе сдерживать. Помните, да, несколько лет назад тут была ситуация, когда наше правительство, оно, в общем-то, долго и упорно разговаривало и определенные переговоры проводило с нефтяниками о том, чтобы надо бы, да, вот эти цены сократить. Но все это было на уровне разговоров и какое-то определенное такое джентльменское соглашение было в итоге сформировано. Но надо понимать, что оно не закреплено, да, никакими реальными вещами, объективными вещами, поэтому от него всегда можно отойти в сторону. И вот на определенном моменте, это в 2018 году, как раз государство наше разработало правительство демпфирующий механизм, то, о чем выше было сказано одним из выступающих. То есть смысл какой, да, этого демпфера? В том, чтобы сдерживать, не снижать, а сдерживать цен на бензин. Да, и вот то, что говорили, объясняли, в чем смысл, да, что если цены вот на мировом рынке у нас увеличиваются, то, соответственно, государство из бюджета выплачивает определенные дотации, что... А дотации тоже для понимания, потому что... Чтобы, ну, во-первых, чтобы стимулировать внутренний рынок. Чтобы они не гнали на экспорт. Да, да, да. То есть у меня... Компенсируют, как бы, вот эти вот... Автомобилы не убытки, и убытки, это когда цена хлопнулась, а тут, наоборот, они же больше получают, цена на экспорте, но за рубежом растет, а государство, такое впечатление, знаете, откупается, как от орды, чтобы они не оголили рынок. А понимаешь, если будет расти вот объем экспорта, да, то фактически уже объем бензина будет сокращаться внутри страны, и тут цены будут, как бы, ну, у нас... Это, кстати, универсальная вещь, извините, но мы же с вами даже недавно обсуждали стоимость на макароны, тут сегодня упомянули, да, а мы про зерно и про муку. Первая, вторая категория уходит на экспорт зерна, соответственно, остается третья, четвертая, еще в ограниченном количестве, а потом мы говорим, почему внутри цены выросли. Ну, а как это может произойти, да, вот эта вот вещь, она всегда имеет плюс и минус, да, то есть там мы получили больше, здесь меньше. На то и государственный аппарат, на то и федеральное правительство, чтобы регулировать это, да, как бы мы там не уходили в основы, да, что такое государство, это, да, договор граждан, да, или как там, договор по соглашению, или это силовой аппарат, чисто родившийся, ну, как бы это ни было, это его функция. И вот эту золотую середину надо найти, а не всегда она находится. И этот демпфер, как механизм, вроде бы задумывался, ну, идея, в принципе, хорошая, да? Да, а когда, извиняюсь, еще раз вот пояснить тоже, а когда цены падают? А когда цены падают, то в этом случае уже нефтяники, ну, вот эти компании, они выплачивают в бюджет определенный, ну, объем там, налогов за счет сверхпунктов и прибыли, которые они получают. А когда цены падают? Нет, они же внутри рынка-то, они же внутри рынка. Главная идея была, это относительность стабильности, как по цене, так и по, ну, по рентабельности самих, самих нефтяных и топливных компаний, да, чтобы они вот в этой амплитуде... Ну, а то есть сохраняли определенный баланс? Да, они выпадали. У них же нет такого проекта в этой отрасли, который мог бы окупиться за год. Это смешно, в лучшем случае, там, 10 лет, да? То есть, как они будут это планировать при такой вот, при таких качелях? Вот это и была деятельность государства. Ну, немножко забыли в этой деятельности усилить аспект гражданина и потребителя, да? Вот чуть-чуть его туда вставить было бы, может быть, совсем хорошо и пошло бы. Нет, ну, этот механизм, он, в принципе-то, работает, да, с 2018 года, и в какой-то период получают эти компании дотации из бюджета, а в какой-то, наоборот, да, в бюджет поступления. Если посмотреть статистику, то вот по периодам мы видим, что на некоторых этапах вот эти нефтяные компании достаточный объем выплат в бюджет осуществляют. Но какой здесь момент, да, вот такой тонкий момент. Дело в том, что вот этот демпфер, он рассчитывается, исходя из расчетной стоимости вот тонны топлива и вот экспортной ценой, да, которая сложилась на мировом рынке. И наше правительство, оно должно в зависимости от конъюнктуры рынка корректировать вот эту расчетную стоимость. Но она корректирует, и последний раз корректировалась аж в 2019 году. И поэтому сегодня этот механизм, он, в общем-то, не интересен нефтяникам вот с позиции сдерживания цен. И поэтому, наверное, нужно говорить о том, что либо этот механизм, идея неплохая, идея очень хорошая, но на практике показывает определенные недостатки, которые нуждаются в усовершенствовании. А вот никакого усовершенствования здесь не происходит. То есть даже он не индексируется. А почему? Забыли, что? Сложно сказать. Нет, но здесь вот опять другой момент, который мне в голову приходит. Мы уходим в стратегию, да, а это зависимость государства и страны как таковой от топлива и энергетического комплекса, да, и от того, что мы везем на экспорт. Хотя, если мы с вами возьмем, ну, какой-то относительно недавно исторический период времени раннего Среднего Советского Союза, ну, не будем брать уж там царские времена и Средневековья, зависимость от нефти у нас отсутствовала, да. И наше государство не просто жило, оно каким-то образом еще с середины Средних веков удалось нашим предкам, ну, простите за цинизм, да, освоить такую гигантскую территорию. Да, мы до сих пор освоить не можем, несмотря ни на что, нам не получается ее разбазарить, да, потому что все-таки. Вот, то есть, тогда вот этот приоритет, может быть, его стоит сместить, и мы не будем так резко воспринимать цены на бензин, если будет многое чего производить другого сами, самостоятельно. Зерно, кстати, хороший пример, да, совсем недавно, 20 лет назад, мы были от всех зависимы. Побольше, да, в Канаде покупали побольше. Возили из Канады, там, из Бразилии, из США, где сейчас там эти, Бразилия ушла, там, Канаду обогнали давным-давно. Это мы возили во времена Советского Союза. Позднего, вот это, 80-е годы. Без Украины, да, сейчас мы делаем зерна произведения больше, чем Советский Союз с Украиной и с Казахстаном, да, который мы там за свой счет поднимали целинные степи. Да, мы весь Союз подняли за свой счет. Так что, и, то есть, цель-то, она, возможно, достигаемая. А у меня тоже еще один такой вопрос. Скажите, а государство может, опять-таки, это, наверное, улутрировано, но все-таки сказать, это к вопросу, чтобы не было дефицита на внутреннем рынке и так далее. Ну, просто всем нефтяникам сказать, что, ну, посчитать, грубо говоря, что в стране нужно столько-то миллионов, там, не знаю, баррелей нефти, к примеру. И сказать, что вот столько-то вы поставляете на внутренний рынок, а остальное, сколько хотите, гоните на экспорт, но чтобы страну обеспечили. Это можно или это абсолютно тоже не рыночная мера? Чтобы не был этот дефицит возникал, что у них соблазн, ага, там по 200 долларов, все на экспорт. Если мы говорим о рыночных мерах, то, конечно, директивно государство ничего не может предъявить в отношении отдельно взятых коммерческих организаций. Все нефтянники — это, в принципе, крупные компании, корпорации, которые, в общем-то, не являются полностью государственными структурами. Поэтому здесь лишь только можно договориться. Но опять договоренности, если это не в интересах тех же нефтяников, то они скажут, ну, извините, нет, да? Косвенно, косвенно можно, конечно, регулировать их деятельность через известные механизмы. Да, у нас государство... Я вот все-таки на последнюю фразу бы сделал упор, да? То есть контролировать там можно и ограничить элементарно. Это же экспортная вещь. Да, государство у нас контролирует экспорт. Ну, об этом и речь. Поэтому ограничить... И не надо даже им говорить, сколько оставить на внутреннем рынке. Ограничить экспорт — вопрос в другом. Вопрос в том, что они начнут нам рассказывать, что с ограничением экспорта себестоимость у них растет, и они не могут продавать на внутреннем рынке по этой цене, потому что им это становится нерентабельно. И опять мы погружаемся в пучину создания всяких механизмов из многих-многих гирек на весах, чтобы как-то отрегулировать. — Скажите, ну вот заключение. У нас буквально две минуты. Я вот читал все-таки, что непосредственно представители отрасли говорят, что нужно в корне менять весь механизм ценообразования на внутреннем рынке. Создавать, как говорят, некие прозрачные конкурентные условия и конкретные рычаги. Вот в ближайшее время, как вы думаете, верите в такие шаги? Или останется нынешняя модель пока? — Но вряд ли будут кардинальные изменения в ближайшей краткосрочной перспективе. Скорее всего, я думаю, что государство будет предпринимать какие-то такие действия, которые будут носить временный характер. — Тактический. — Да, ситуационный. — Да, ситуационный характер. Но вот глобального изменения, наверное, не будет, потому что пока что это, на мой взгляд, не в интересах ни государства, ни нефтяника. — Особенно этот год, год после предыдущего, после падения, в том числе, в производстве. Сейчас, как говорится, не придумали бы ничего лучшего. Ринуться с реформами во времена спада экономического. Вот этого делать нельзя, потому что можно сразу на дно упасть и кризиса. Как там эти реформы обернутся, еще неизвестно. Я тоже думаю, что никаких кардинальных мер не будет. Теоретически, да, подождут, когда какое-то колебание на рынке вызовет определенное недовольство, и потом высшая власть урегулирует этот вопрос с точки зрения своей всем сестрам по серьгам какого-то равновесия. — Спасибо большое. Наш эфир подходит к концу. Дорогие телезрители, мы сегодня говорили о том, почему так происходит у нас в нашей стране, что растет нефть, цены на бензин растут, падает нефть, цены на бензин не падают. А то и тоже подрастают. А вслед за этим, ведь цены на бензин напрямую влияют на наши с вами цены, в том числе на макароны, с которыми боролся Путин. Как сказал, телезритель не поборол, хотя я не соглашусь с телезрителем, я не вижу особого роста. Вот с тех пор цены на те же самые макароны. Может, мы в разные магазины, наверное, конечно, ходим. Да и транспорт, на самом деле, наш Верхний Воложий, не такой уж и плохой. Работа телезритель может просто вы звонили с другого муниципалитета. На хлебно-былочные изделия губернатор субсидию производителям нашим дал в прошлом году, за счет чего они удержались на плаву-то, а так бы и утонули. Вот. Так что не все так плохо в нашей стране. Будем надеяться на лучшее. Будем надеяться, самое главное, что правительство вовремя и оперативно среагирует на возможный, на возможный рост цен на бензин. Спасибо большое, дорогие гости. Это была программа «Тема дня». Вам всего хорошего, дорогие телезрители, и найти магазин с доступными ценами.